Здравствуйте! Мы опять в гостях у Татьяны Владимировны и будем любоваться ее прекрасным садом. У нее, гой, какие новшества, я вам потом покажу. Ну, в общем-то, все осталось прежним. И, как всегда, мы начинаем со входа. Вы, Танечка, вместе с мужем всегда здесь бываете? Итак, вы видите, какой замечательный вход. Вход – это визитная карточка хозяев. И вы видите сразу, как вот гортензия, причем она здесь несколько видов, она нас встречает. Какая замечательная хоста и шикарный лилейник. Лилейник сказочный. Давайте полюбуемся лилейником поближе. Вот, еще полюбуемся вот этим лилейником прекрасным. Ну, а стильба цвела, понятно. Как считать, все-таки у вас сад для отдыха, для любителей или вот как? Вы отдыхать-то ведь успеваете с друзьями? Потому что, я смотрю, у вас очень достаточно много мест для отдыха. Хотя здесь очень много растений, но все-таки вот люди любят отдыхать, и это видно. Потому что здесь очень много мест для отдыха. Как качели и, ну, понятно, и лавочки, и стол со стульями. То есть, друзей много. И, естественно, если люди живут на даче, то и нужны и ягоды, и все остальное. И здесь очень как кустом спиреи мы видим, ну, кусты смородины. И дальше кабачки, и все остальное. Ну, вот когда мы были осенью, спиреи куст был очень большой. Мы обрезали. Он у нас вот слишком разрос. Да, он у вас был прямо огромный. Середину этого сада, поскольку у нас участки небольшие, занимает газон, ухоженный газон. И дом, как правило, вписывается вместе с растениями в окружение. Ну, вот на заднем плане там такой небольшой домик, баня, я так поняла, и терраса, где тоже можно отдыхать. То есть, здесь совершенно очень много мест для отдыха великолепных. И если мы сюда сейчас подойдем, то увидите, вход в дом украшен вазонами с петунией. И вот здесь тоже дом входит в зону отдыха. Видите, он входит в эту площадку для отдыха. Пряничный домик. Видите, как вход красиво оформлен, очень красиво. Вот, и вход в дом, и вход на участок. А это очень важно, потому что на некоторые участки мы с вами приходили и видели, что входа нет никакого. Это значит, нет уважения гостям. А эта сторона, видите, здесь белый клематис. Да, вот что-то он как-то зажирел, то ли что. Одна листва, чем придется. Ну, у вас есть какие-то специальные удобрения, бочка какая-то? Мы такие садоводы, что... Я бы сказала, что сад ваш прекрасен. Поэтому, не знаю, насчет садоводов. Это у вас уже огурчики, да? Да. Вот видите, дорожка отделяет. С другой стороны, там находится огород. Ну, этот огород и парники. Ну, этот огород, видите, он немножко загорожен опять лилейниками прекрасными, бархатцами. Сколько их много. У вас такой аромат на участке. Вот здесь гортензии, по-моему, там у вас были розы, которые поздно цвели. Можно пройти, посмотреть, да? Посмотрите, какие прекрасные розы. Ой-ой, и плетистые, и флорибунда. Вот это чайно-гибридные, да. То есть все. И опять же, видите, скамейка для отдыха, чтобы сидеть и любоваться садом. А розы вообще необычайно. Интересно, проберусь я туда или нет. Просто сказочные. В прошлом году я их не видела осенью. А можно еще оранжереи вашу посмотреть, да? Ну, вот там мы находимся, и оранжереи. Здесь, видите, у нас перчики растут. Баклажаны. Мы дальше смотреть не будем. Вот там я еще вижу перчики зеленый-красный. И даже к столу все есть. Все, видите, открытая терраса, где в дождь можно принимать гостей, когда много гостей. И тоже это все вот выходит в сад. И вы видите, какие прекрасные видовые точки отсюда. Вот можно, видите, когда сидишь на террасе, можно любоваться. И вот здесь такое у вас. И отсюда вот такой вид предстает. То есть со всех точек. И посмотрите, какая красивая стильба. Еще цветет. Внутрь дисканс уже отцвела. А вот все остальное еще цветет. А яблоки уже есть? Да нет, это одно есть, одно яблоко. Так, мангал. Все, все, все. И вот эти видовые точки, как я говорю, уже можно с любого места смотреть и наслаждаться садом. Это всегда продуманное решение. Не так-то просто, чтобы целиком сад, вот целиком выглядел, как вот одна такая картина. Подобрать цвета, чтобы они, видите, там вот переходящие желтые подальше, желтые здесь, желтые там вот еще в лилийнике. То есть переходящие цвета, также розовые. Здесь нету так много всяких цветов, совершенно не собранных, которые раздражают, и хаос такой получается. Здесь все продумано. А самое главное, здесь очень много видовых точек. Из любого места отдыха открываются вот очень красивые, панорамные картины. Очень часто приходишь, когда к людям, вот снимать их цветы, цветы необыкновенные, но в панораме их снять невозможно. Они сами по себе, а сад сам по себе. Так вот, про этот сад можно сказать, что это настоящий сад. Здесь все продумано, и все очень органично. Подгортедия, складчатая. Ой, аромат стоит великолепный, сказочный. Какие необычные флоксы, какие замечательные флоксы. Просто сказка. Ну, такие флоксы вот, да, мы знакомы, но таких вот я вообще, честно говоря, не видела. Ну, вот опять желтые лилии. И вот поближе подобрались к лилиям, которые, видите, вот у меня просто восторг. Очень красивые лилии, как они красиво смотрятся. Там вот еще другие лилии мы видим. Можжевельник. Много-много-много-много-много-много чего есть. И посмотрите, как красиво все это собрано вместе. Все это и разбросано по всему саду. И поэтому здесь из каждой точки можно снять вот эту вот красоту. Три главных правила, когда входишь в ход, очень должен быть красивым. Также вход в дом оформлен. Небольшой участок, это, как правило, вот лужайка очень красиво выстряжена, аккуратно. И в маленьком саду всегда все должно быть на должном уровне. Если в большом саду мы можем какие-то огрехи сделать, то в маленьком саду площадь маленькая, и все видно. Здесь все вот замечательно и выверенно. Где бы вы ни сидели, ни отдыхали, взору вот представляется вот это, вообще хочу сказать, очень продуманное решение. Видите, центр, конечно, под лужайкой. Дальше идут арки с разными видами клематисов. Даже бассейн не помешал. Честно говоря, я сначала боялась, что спа, вот эта ванна, нарушит этот прекрасный. Но видите, как хорошо они все вписали, продумали. И получилось очень даже неплохо. И если мы сюда сейчас подойдем, то увидите. Дальше, если помните, стояли скамейки. Теперь за бассейном остались смородина, кусты смородины. А здесь вот если присмотреться... Мы сейчас подойдем поближе. Вот отсюда вот такой чудесный вид. Астры. Ну вот, я с вами прощаюсь. Спасибо большое за обзор. Замечательный сад. И спасибо вам большое за то, что вы нам разрешили познакомиться и прийти в ваш сад. Я надеюсь, что наши зрители воспользуются какими-то интересными находками. Садитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!